Действия патрульного Владимира Ковадла признаны правомерными. Такой ответ я получил из национальной полиции. Детальный разбор ситуации делал в предыдущих видео. Вкратце напомню, что в декабре 16-го Ковадла остановил водителя. Водитель предъявил все документы, потом Ковадла решил повторно проверить документы. Водитель потребовал сообщить причину повторной проверки. Ковадла повалил водителя на землю, мужчине разбил нос, тягали по асфальту, затянули в патруль, увезли в отделение, где составили протокол по статье 185-й. В последующем протокол был отменен судом как сфальсифицированный. Ранее мы с вами уже установили, что в действиях Ковадла были следующие нарушения закона. Незаконное применение физической силы, нанесение водителю телесных повреждений, незаконное задержание лишения свободы, фальсификация протокола по статье 185-й, что признаны судом. В декабре 2016-го мы с вами отправили два заявления. Одно в Генеральную прокуратуру с требованием открыть уголовное производство, а второе в МВД с требованием привлечь Ковадла к дисциплинарной ответственности. 13 января МВД передало заявление в национальную полицию, а 13 февраля, ровно через месяц, заместитель начальника патрульной полиции Киева Дмитрий Евдокимов присылает ответ, что по данному инциденту будет проведено служебное расследование. Однако, статья 20-я закона Украины об обращении граждан четко говорит, что звернания разглядаются и вырешиваются у термин не больше одного месяца видня их надходжения. То есть, 13 февраля Евдокимов был должен сообщить о результатах этого расследования, а не о том, что оно будет проведено в будущем. При этом закон устанавливает граничный срок рассмотрения заявления в рамках 45 дней, о чем гражданина уведомляется отдельно, и этого сделано не было. Еще через месяц 9 марта 17-го, не получив никакого ответа о результатах расследования, я подаю жалобу на Евдокимова новому начальнику национальной полиции Сергею Князеву. Заявление я прошу привлечь Евдокимова к дисциплинарной ответственности за нарушение закона об обращении граждан. 18 апреля 17-го исполняющий обязанности начальника департамента патрульной полиции Зеленский подписывает такой ответ. В департаменте патрульной полиции розглянуто ваше звернение щодо данного информации про результаты службого расследования, проведено за фактом стосования физической силы и кайданок инспектором Володимиром Ковадлом подчас адміністративного затримания водія автомобиля ФИАТ Браво, що зафіксовано на відеоролику, размещену в мережі интернет під назвою «Полицейский Ковадла бьет людей». За результатами службого расследования, комісію проведення службого расследования, яку учолив начальник управління патрульной полиции в місті Киеве департаменту патрульной полиции Зазуля ЮГЕ, ознак дисциплинарного проступку водію инспекторів Ковадло та Куцевича не виявлено. Копія висновки указанного службого расследования листом управління патрульной полиции направлена до прокуратури міста Киева. Этот документ также был составлен с грубейшим нарушением действующего законодательства. Согласно статті 40 Конституции Украины, усі мають право направляти индивидуальні звернення або звертатися до органів державної влади та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь, установлені законом строк. Стаття 15 Закону України про звернення громадян. Рішення про відмову у задоволенні вимог, викладаних у заяві, доводиться до відомого громадянина в письмовій формі, посиланням на закон і викладанням мотивів відмови. Ви увидели какой-либо мотив отказа в наших требованиях привлечь Ковадла к дисциплинарной ответственности? Лично я не увидел, как и ссылок на какие-либо законодательные акты, подтверждающие правоту Ковадла. Кроме этого, в ответе вообще проигнорировано полностью факты нарушений закона Дмитрием Евдокимовым при рассмотрении нашего заявления. Об этом вообще ничего не сказано, что является грубейшим нарушением закона об обращении граждан и Конституции Украины. Вот вам и реформированная национальная патрульная полиция. Чем она отличается от старой ГАИ? Ранее получал десятки, даже сотни ответов от ГАИ, що в Диях противників милиції о знак порушень не вбачається. Найдите 10 отличий или хотя бы одно отличие между тем ответом, что давала ГАИ и что дает новая полиция. 16 мая 2017 года я подал новую жалобу уже на решение Зеленского с требованием его отменить и привлечь Зеленского и Евдокимова к дисциплинарной ответственности. Все мои жалобы вы сможете скачать по ссылке в описании к ролику в формате Word. И те, кто не подавал еще заявление на Кавадло, может сделать это сейчас абсолютно свободно. И в последующем, если вы будете получать такие же дебильные ответы, как и я, использовать мои жалобы в дальнейшем для оспаривания таких незаконных решений. Напомню, что моя идея, основная этого дела, завалить МВД и прокуратуру сотнями и тысячами жалоб. Но это в первую очередь зависит от вас, насколько вы готовы не лениться и подавать жалобы. Теперь, что касается прокуратуры. Напомню, что прокуратура отказалась изначально вносить заявление в единый реестр досудебных расследований по заявлению Кавадло. Те, кто подавал заявление от себя, я подготовил шаблон жалобы в суд и мои зрители начали судиться с прокуратурой. Как я знаю, в итоге все выиграли суды. Естественно, суд выиграл и я. Суд признал факт бездействия прокуратуры и обязал начать досудебное расследование в отношении Кавадло по статье 365 часть 2. Это превышение власти служебных полномочий с нанесением телесных повреждений потерпевшему. Напомню, что кроме подачи жалобы в суд, мы с вами подавали в Генеральную прокуратуру жалобу на прокурора Санитского, прокурора города Киева, который отказался изначально внести заявление в ЕРДР. Из прокуратуры мы тогда получили ответ, что несогласие с действиями Санитского не является основанием для его наказания. То есть плевать на закон, плевать на решение суда, плевать на УПК. Творим, что хотим. Тогда мы подали новую жалобу в Генеральную прокуратуру уже на два предыдущих ответа. И вот пришел новый ответ из ГПУ, что прокурора являются неприкосновенными, а потому ГПУ никак не может привлечь прокурора к дисциплинарной ответственности. Это не шутка. Так написано в этом ответе, официальном ответе Генеральной прокуратуры. И это при том, что действия прокурора признаны незаконными решениями суда. В общем, уже сама ГПУ отказалась как-либо реагировать на факт нарушения закона. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Новая национальная патрульная полиция с людей, которые якобы пришли с Майдана, работает аналогично, как и старая госавтоинспекция, которая фальсифицировала дела и избивала тех, кто вышел на Майдан. Аналогично работает и прокуратура, которая закрывает глаза на нарушение закона патрульной полиции при наличии 100% доказательств. Многие из вас только сейчас начали подавать жалобы в прокуратуру, в полицию. Для многих из вас это новинка. И многие очень бурно реагируют, как же так, как же закон. Дело в том, что эти жалобы я подаю с 2008 года. То есть уже 9 лет я обращаюсь в разные органы, прокуратуру, в МВД, в ГАИ, в национальную полицию. И сегодня я вижу, что ничего за последние 9 лет не изменилось. Собственно, то, что мне присылали в 8, в 9, в 10, в 11, в 12 и так далее годах. Те же самые ответы под копирку получаю я и сейчас. Так что нет никакой реформы. И вы можете хоть разбиться головой об стенку, доказывая, что новая патрульная полиция лучше ГАИ. Ничем она не лучше. Те же беспредельщики, те же нарушители закона и то же начальство, которое, кстати, тоже новое. И которое не реагирует на факты нарушения закона новыми патрульными полицейскими. И я это говорю не потому, что я вот просто так с головы это придумал. Я доказываю это конкретными юридическими документами. Я это доказываю в судах. И суды часто подтверждают мою правоту. Собственно, что я хочу сказать. Мы на этом деле не останавливаемся. Мы дальше продолжаем подавать жалобы. О чем я буду писать на сайте, снимать новые видеоролики. Мы не дадим им свободно замять это дело. Но в то же время мы показываем наглядно, что решить проблему в Украине правовым путем невозможно. Даже при наличии 100% доказательств. Даже при наличии выигрышного решения суда, что также нелегко добиться в Украине. Все равно прокуратура и полиция не собираются выполнять закон и привлекать виновных к ответственности. Такая вот ситуация в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok